Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас обзор на шумевшего телефона Meizu X8. Это действительно Lite-версия Pocophone F1. Почему? Я сегодня вам обязательно это, друзья, объясню, но многие почему-то обзорщики, имея этот телефон, вообще не говорят об этом, хотя зря. Потому что на самом деле это Lite-версия Pocophone F1, одного из самых лучших телефонов сегодня на рынке. И, друзья, это не кликбейт. Итак, это Эдскрайбер, погнали! Начнем с распаковочки. Здесь великолепная вот такая синяя коробка, приятная, очень, значит, зарядка M-Charge, быстрая зарядка, кабель USB, USB Type-C, то есть здесь все отлично, скрепочка и манувальчик. Ну, здесь, в общем, все в порядке, как обычно, ничего лишнего нет. А далее по характеристикам. Начнем с экрана. 6,15 дюйма экран, Full HD+, разрешение IPS, матрица, соотношение сторон 18,5 к 9, 90% почти что занимает экран передней поверхности. И это великолепно. 401 ppi. Сразу скажу по поводу экрана. Это хороший, классный, отличный экран, учитывая его цену, вообще супер великолепный. То есть у Meizu с экранами вообще проблем почти что никогда не было. Но я также хотел обратить внимание, что это действительно очень компактный телефон. Об этом я еще немного упомяну. Углы обзора у экрана великолепные. Также минимальная и максимальная яркость тоже здесь на уровне. Все отлично. То есть такой стандартный, допустим, Redmi 6 Pro будет вот точно с таким же экраном. Бесправные модули с Piazzi. LTE. Первый, второй, третий. В общем, много разных бендов. Третий, седьмой и двадцатый присутствуют. Они нам действительно нужны. Wi-Fi здесь 2,4 и 5 Гц. То есть можете раздавать без проблем и смотреть видео в хорошем качестве. А в качестве мобильного модема он действительно подойдет. Bluetooth 5.0, все по максималке. NFC здесь, друзья, нет, повредитесь, сказали Meizu. Но у них вообще NFC нет, у них в одном телефоне. GPS, все отлично работает. Можно ориентироваться и все будет без проблем. По поводу операционки. Здесь Android 8. Собственная оболочка Flyme OS 7.1, 7.0 G. Значит, фирменная кнопка MB. Великолепно работает, без проблем. И мне, кстати, кажется, что это одно из самых лучших решений именно для Meizu. Ну и, по сути, это фишка Meizu. Да, ей удобно пользоваться. На самом деле задумка очень хорошая и реализована тоже отлично. Жесты работают тоже без проблем. Многие обзорчики говорили о том, что проблемы с прошивками и так далее. Но, друзья, похоже, мне приехал экземпляр, который, может быть, уже на обновленные прошивки. Я не знаю, я с теми аппаратами не сравнивал. Но проблем или глюков по прошивке у меня вообще, вообще никаких нет. Все сервисы из Google я загружал без проблем каких-либо. То есть, все работает отлично. Никаких глюков, заморочек и так далее, как говорят многие обзорчики. Я им верю, друзья. Конечно же, им нельзя не верить. Они говорят правду. Но, то есть, я дождался телефона. Один из самых последних. У меня вот он на обзоре. Действительно, один из самых последних. Я покупал на 11-11 распродажи. А камера здесь на 12 Мп. Плюс 5 Мп основная. Sony Mix 362. Апертура 1.9. То есть, великолепно. 1.4 микрометра. Дополнительная камера от Samsung. И фронталочка здесь на 20 Мп. F2.0. Искусственный интеллект. Бла-бла-бла и все остальное. Основная камера снимает в 4К. Никакой стабилизации вообще нет. И фронталочка снимает в Full HD. Тоже никакой стабилизации нет. Так, переходим к фото и видео возможностям этого телефона. Начнем по привычке мы с тестера для линз. Итак, увеличиваем. Видим, что первый, третий, четвертый ряды видны. О, четвертый ряд немножечко уже сливается. Пятый ряд, понятно, совсем уже не виден. Четвертый немножечко совсем мылится. Но это, в принципе, нормально. Идем к краю линзы. И мы видим, что стандартная ситуация. Фото ухудшается. Четвертый ряд уже в мыле. То есть, вообще почти что не видно. И появляются небольшие артефакты на белом цвете. Следующее фото. Шампанское. И увеличиваем. Мы видим приемлемый уровень детализации. В принципе, для этого телефона пузыречки. Все видно, все нормально. По цветокоррекции ничего выдающегося. Совершенно такие стандартные цвета. Следующее фото. При хорошем комнатном освещении. Стандартные такие фотографии со своей такой стандартной цветокоррекцией. Ничего такого выдающегося. Далее пример видео на основную камеру. Как вы видите, сразу же стабилизации в этом телефоне нет вообще. На данное видео снимается в Full HD качестве. Потому что в 4К тоже стабилизации нет. Поэтому смысла я не видел снимать. В Full HD снимает тоже, в принципе, неплохо. Далее по фронталке. Фронталка, как видите, тоже не блещет. Цветопередача совершенно такая обычная. Нет никакой своей изюминки. Детализация тоже такая не айс. Вот если мы увеличиваем. В принципе, есть небольшая детализация. Но на самом деле это не селфи фон. И если честно, больше особенно про камеру сказать нечего. Давайте посмотрим видео на фронтальную камеру и послушаем звук. От фронталка вы видите, что стабилизации вообще нет никакой. Это минус этой камеры. Ну и по звуку можете понять приблизительно, как записывается звук. Мы на великолепном месте. Деревушечка такая. Все по красоте. Сзади у нас замерзшее такое великолепное озеро. Вот. Солнышко, все дела. Процессор. Центральный камень здесь 710-й дракон. Это великолепный дракон. И это самое большое преимущество этого телефона. Построен он по 10-нанометровому техпроцессору. 8 ядер Крио 360. В общем, это лучший камень, чем 660-й. Но хуже немножко, чем 845-й дракон. И даже 835-й немножечко получше. Но, друзья, на глобалке это самый дешевый 710-й дракон. И это одно из самых больших преимуществ этого телефона. Почему я сказал, что это Pocophone Lite версия. Потому что, действительно, здесь великолепный 710-й за эти деньги. Ну, по сути, за копейки. Если вы знаете конкурентов этому телефону на 710-м и на глобалке, пишите в описании. Но я, друзья, не знаю. И конкурентов, скорее всего, в ближайшее время не будет. Поэтому это и есть Pocophone Lite. Видеоускоритель Adreno 616. Мощнее его 630-й. Но и этого за глаза хватает. Версии есть на 4.64 и 6.128. Оперативная память типа LPDDR4X и основная EX-T4. В Antutu вся эта комбинация убивает 168 116 баллов. Это великолепные результаты для того, чтобы поиграть и не испытывать никаких проблем. В программах в пределах лет 5 у вас вообще никаких заморочек с этим телефоном не должно быть. Но если, конечно, будет постоянно обновляться прошивка. Здесь есть мини-джек 3.5, отпечаток пальцев и разблокировка по лицу. Многие жаловались на то, что разблокировка по лицу не работает. Друзья, опять-таки повторюсь, моя версия работает отлично. У меня все разблокируется. Никаких проблем я с этим не испытываю ни с Google сервисом, ни с другими. Я оставлю вам ссылочки в описании на тот телефон, который я заказывал. Ну, не знаю, может быть у меня чем-то отличается. Но я просто думаю о том, что эта версия прошивки моя более новая. И они как бы косяки уже эти порезали. Звук здесь стандартный, нормальный, как в наушниках, так и в динамиках. Нет никакого фирменного звука от Meizu, как это в некоторых других телефонах. И батарея здесь на 3210 мАч на один день. Точно хватает, друзья, без проблем. На два дня это маловероятно, но можно постараться и на этом. 710 дракон, это построено по 10-мм техпроцессору. Все-таки не так жрет батарею сильно, как это мог бы сделать, допустим, 660, который на Mi A2, который дичайший просто жрал батарею, грелся и, конечно, убивал ее в ноль. На Meizu здесь таких проблем нет. И он держится неплохо. В комплекте, как я уже говорил, быстрая зарядка AmCharge, которая заряжает телефон за 1 час 20 минут без проблем. Это тоже плюс этого телефона. Конкуренты. Конкуренты этого телефона Honor 8X, но у него большие проблемы. Если говорить по процессору, то здесь, конечно же, он не конкурент. Есть другие, конечно, плюшки. Ну и Redmi Note 7. Действительно, наверное, является самым адекватным конкурентом на данный момент. Но все-таки на 710 драконе по 10-мм техпроцессору построенного телефона нет. Нет сейчас на глобалке. К радости или же, к сожалению, к радости владельцев X8, а, к сожалению, не владельцев X8. По цене. Версия на 4,64. Официальная в России стоит 19,990. То есть около 20 тысяч рублей. На ли сейчас можно взять версию 4 на 64 на за 14 800 рублей. То есть очень великолепно. Это около 216 долларов. И версия на 6,128. Около 260 долларов, друзья. Сколько стоит Покафон на 845 драконе? Он стоит сейчас в районе около 300 долларов. 710 дракона вы можете взять почти что на 100 долларов дешевле. И это будет великолепно. Я думаю, что цена еще немножечко упадет. И это будет просто великолепный телефон. Друзья, сейчас попрошу подписаться на этот канал. Поставить лайк этому видео, если вам не жалко. Сделать репост этого видео. Пишите любой комментарий. Это будет приятно мне. А вам, в принципе, тоже. А перейдем к внешним элементам этого телефона. Сверху светодиодный индикатор, датчики, разговорный динамик и фронтальная камера на 20 мегапикселей. Слева лоток по 2 нано-сим-карты. Сюда нельзя установить microSD. Поэтому, если вы будете брать, обязательно об этом помните. Внизу под решеткой микрофон. USB TPC и основной динамик. Справа качелька громкости. И кнопка включения-выключения. Смотрим на обратную сторону. Сверху мини-джек 3,5. Вспышка двухцветная. 12 мегапикселей основная камера. 5 мегапикселей внизу. Дополнительная камера. Сканер отпечатков пальцев. Надпись Meizu. И вся эта панель задняя из пластика. А ободок из металла. Давайте проверим, как он работает в хроме в YouTube. В YouTube вообще без проблем. То есть бегай туда-обратно. Смотреть очень здорово. И на самом деле, вот этот экран, который является с одной стороны большим, но с другой стороны очень компактным, очень удобен в этом плане. В хроме тоже проблем никаких нет. Плюсы и минусы, друзья, этого телефона. Первый плюс это 710 дракон. Второй это цена, учитывая, что это глобалка. Третий USB Type-C, который многие из вас любят. Четвертый это камера, учитывая его цену. Пятый это габариты этого телефона. Он действительно является компактным телефоном. Из минусов я бы отметил отсутствие NFC. Но у Meizu вообще с этим проблемы. Даже на Meizu 16H, который стоит в России около 40 тысяч рублей, тоже нет NFC. И это, конечно, глобальная проблема этого бренда. Второй минус это не всем большая батарея на 3210 мАч. Друзья, что бы я отметил еще? По внешнему виду, действительно, этот телефон очень красивый. Мне он очень понравился. Особенно то, что он очень компактный и очень хорошо лежит в руке. Проблем с ним нет вообще никаких. Если касательно говорить игр об этом телефоне, то я бы сказал, что это один из самых игровых телефонов. Сейчас вы скажете, друг, ты что, у нас Pocophone на 845, ты о чем вообще говоришь? Но на самом деле да, Pocophone на 845 это великолепный телефон для игры. Но допустим, если у вас нет таких денег, то есть если у вас денег в районе 200 долларов, то для вас лучшего варианта просто на 710 драконе не существует, друзья. Пишите в комментариях, если есть другие варианты на 710 драконе и на глобалке, чтобы у вас не было никаких проблем с телефоном. По сути, вариантов нет. Итак, если у вас 200 долларов и вы хотите поиграть или иметь лучший игровой телефон за эти деньги, то лучшего телефона просто-напросто, друзья, на данный момент не найти. В этом, друзья, преимущество этого телефона. Почему я сказал, что Pocophone Lite версия? Потому что действительно это лайтовая версия Pocophone. Да, сзади пластик, но как и на Pocophone, хотя действительно сделан гораздо красивее. Камеры плюс-минус не самые лучшие, но я думаю, что за эти деньги, около 200 долларов, это великолепные камеры, и они справляются со своей задачей. И была бы еще стабилизация, так вообще цены бы им не было. Но и этого, друзья, тоже хватает. Почему такой эмоциональный обзор? Почему я так много вкладываюсь в этот телефон? Сразу вы подумаете, да, по-любому пацану просто проплатили, и теперь он должен отрабатывать. На самом деле, друзья, вообще нет. Я представляю, если бы мне еще заплатили за этот телефон, как бы я его рекламировал. Ну, вы бы, наверное, с ума сошли просто. Один из моментов, который мне лично непривычен, это FlymeOS. Вот, действительно, есть фанаты этой оболочки, я не фанат этой оболочки. Я либо за голый Android. Вообще, также iOS тоже неплоха, ну и, конечно же, MIUI наша родная. То есть, мне нужно было привыкать именно к FlymeOS. У него вот какая-то оболочка немножко не то чтобы не детская, какая-то вот она такая не совсем что ли серьезная. Ну, короче, это не такая большая проблема, это проблема привыкания. Но кнопка M-Back действительно справляется со своей задачей, и мне она очень понравилась. То есть, здесь все великолепно и отлично. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Этот обзор не проплаченный. Ссылочки на другие интересные видео вы найдете в описании. Всем хорошего настроения. До новых обзоров. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok